МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красиво шить не запретишь. Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил шумерлинскую швейную фабрику Борис. Мимо не проедешь. В маршрутках столицы Чувашии начали объявлять остановки. Гостях хорошо, а дома лучше. Эксперты назвали лучшей и худшей для туризма региона страны. На еженедельном совещании главы Чувашии и правительства Республики обсудили ряд наиболее значимых вопросов. Говорили о перспективах развития региона в направлениях, обозначенных в послании президента России. О том, что нуждается в особом внимании. Подробности в нашем материале. Земля должна иметь хозяина, а агробизнес – план по замещению импортных продуктов отечественными. Владимир Путин поставил перед сельхозпроизводителями страны непростую задачу и дал пять лет на ее решение. Чувашия на подсилу, отметил Михаил Игнатьев. Для этого будут созданы все условия. Прошу всех тех должностных лиц, кто участвует в этих процессах, понятно, норма в законе предписана, в то же время смотреть, насколько добросовестный арендатор или землепользователь. Действия властей скорректируют и в социальной сфере. С учетом непростой экономической ситуации, денежная поддержка будет осуществляться более адресно. Материнский капитал продлят на два года. Одним из приоритетных направлений руководства республики останется развитие образования. За 10 лет построить не менее 30 общеобразовательных школ, включая реконструкцию и модернизацию, чтобы ни в одной школе у нас не осталась двухсменная работа или двухсменное обучение. В декабре республиканская казна увеличилась на 634 миллиона рублей за счет федерального бюджетного кредита. Ставка по нему всего 0,1%. В общей сложности из центра в этом году получено более 6 миллиардов рублей. Эти средства мы направили на замещение коммерческих кредитов и сэкономили сотни миллионов рублей на обслуживание государственного долга. Точнее, практически более чем 400 миллионов рублей. В своем послании президент России также отметил и роль некоммерческих организаций. Им планируют выделить гранты, а для тех, кто предоставляет социальные услуги, предусмотренные дополнительные льготы. Республиканские НКО в этом году получили более 10 миллионов рублей. Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив патронирует социальные проекты этих компаний. Мы взяли на себя эту нагрузку, создали этот центр, и 32 из 47 проектов они прошли, поскольку соответствовали критериям открытого порядка. Министр здравоохранения Алла Самойлова доложила, на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Но в целом ситуация в пределах нормы. Основной метод профилактики – вакцинация населения. Прививку от гриппа сделали около 30% жителей республики. Нам удалось привить от гриппа в тех рамках, которые нам были поставлены, порядка 260 тысяч человек взрослого населения и более 100 тысяч детей. Более 50% школьников и подростков были подвергнуты вакцинации. Это основной контингент наших детей, которые, как правило, подвержены заболеванию. На совещании обсудили и другие вопросы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, руководство республики будет следовать заданным президентом России курсом. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Агентство Мудис подтвердило рейтинги эмитентов Чувашии на уровне БА3 по международной шкале в иностранной и национальной валюте, рейтинг необеспеченных долговых обязательств и рейтинг АА3 по национальной шкале. Сейчас Чувашская республика имеет кредитные рейтинги двух ведущих международных агентств – ФИЧ и Мудис. Они ежегодно осуществляют мониторинг кредитных рейтингов Чувашской республики. Кредитные рейтинги на уровне БА3 имеют такие регионы, как Самарская и Омская области. Чувашия опережает уровни кредитных рейтингов Нижегородской, Белгородской, Вологодской областей, Краснодарского и Красноярского края, также республик Мордовии и Коми. Глава Чувашии побывал в прошедшие выходные в Шумерле. Михаил Игнатьев интересовал развитие в городе малого и среднего бизнеса. Подробности в следующем сюжете. Достойная замена импортной продукции. В прошлом шумерлинская швейная фабрика «Борис» ютилась на арендуемых площадях, а совсем недавно переехала в помещение бывшей кожгалантерейной фабрики. К новоселью приурочили и модернизацию. Установили высокопроизводительные раскроенные комплексы и швейные машины. Готовая продукция фабрики на складе не залеживается. Она реализуется на всей территории России. Много сделано практически в модернизации подготовки данного производства. Это десятки миллионов рублей вложено в этот кризисный период. Конечно, это очень значимо. То есть предприниматель пошел на рискованные ответственные шаги. Это во-первых. Во-вторых, то, что сегодня уже почти 70 человек работают, это тоже значимо для нас, для органов власти, для этих работников, потому что для них появились новые рабочие места. Михаил Игнатьев осмотрел швейный цех и ознакомился с продукцией. Курс, взятый на импортозамещение, открывает перед фабрикой новые перспективы. Государство намерено оказывать всестороннюю поддержку предприятиям различных направлений, чтобы у россиян была возможность приобретать качественную отечественную продукцию. Создавая вот такую конкурентную среду, мы должны для потребительского рынка совместно с предпринимателями, совместно с бизнесменами выдавать новые товары, которые удовлетворяют, прежде всего, покупателям. Уважительное отношение к покупателю – это одна сторона медали. Не менее важно обеспечить комфорт и самим работникам. Моя основная задача – сделать культурное, интересное производство. Монотонность работы швеи – она ужасна сама по себе. Мы сейчас можем посмотреть, и буквально через год мы увидим комнату отдыха, реальную столовую, замечательную, детскую площадку обязательно будет. Все сделано для того, гостиница будет для приезжих. Юлия Важенина, Нина Куропаткина, Игорь Зверев, Республика. Новый хирургический корпус онкодиспансера должен вступить в строй осенью следующего года. Средства на это поступят из федерального бюджета и из республиканской казны. Глава Чувашия Михаил Игнатьев обсудил со строителями сроки завершения работ. Здание онкодиспансера, где сейчас проводятся все операции, было построено в 1974 году. И на сегодняшнюю нагрузку просто не рассчитано. За последние 20 лет число пролеченных больных увеличилось больше, чем в два раза. В год здесь выполняется около 7,5 тысяч хирургических вмешательств различной степени сложности. Операционный день иной раз длится с 8 утра до 8 вечера. Мы рассчитываем, что прибавится 5 тысяч операций. Это даст возможность в планном порядке спокойно выстраивать работу. Работать уже не до 7-8 часов вечера, а, скажем, до 4-5, дальше заниматься пациентом. Заводить новый корпус начали в 2012 году. За это время в строительство вложено более 340 миллионов рублей. Можно сказать, что полдела сделано. Сегодня все шесть этажей нового хирургического корпуса построены, идут внутренние работы. На их завершение понадобится еще около 350 миллионов, из которых 294 предусмотрены в федеральном бюджете, 68 в республиканской казне. Это корпус большой, на 16 тысяч квадратных метров. Это практически огромные площади. И в год, по прогнозам, то, что говорят мне медики, 5 тысяч операций должны здесь проходить. Если взять общее количество операций в республике мы выйдем на показатели 12-13 тысяч операций в год. Это уже большие объемы, значимые цифры. Мне очень хочется, чтобы наши жители, не выезжая за пределы Чувашской республики, могли получать здесь качественную, высокотехнологичную, медицинскую помощь. Одновременно решается вопрос об оснащении нового корпуса. На современное оборудование понадобится свыше 220 миллионов рублей. Причем закупать его будут с расчетом на проведение высокотехнологичных оперативных вмешательств. За последние годы в разы увеличилось количество этих операций и увеличилась доступность для нашего населения в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. И у нас в республике по профилю высокотехнологичных медицинских, скажем так, оперативных в основном вмешательств работают практически семь лечебных учреждений. Если мы начинали только с перинатального центра по выхаживанию недоношенных, новорожденных, сегодня практически работает онкологический диспансер, кардиологический центр, офтальмологическая больница. В республиканской больнице по нескольким профилям оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. В республике сложилась критическая ситуация по расчетам потребителей за поставленный природный газ. Генеральный директор Газпром Межрегионгаз Кимедин Мефтехудинов на пресс-конференции рассказал о критической ситуации с платежами за газ и какой есть выход из сложившейся ситуации. По данным на 1 декабря потребители Чуваши задолжали компанию Газпром Межрегионгаз Чебоксары более полутора миллиардов рублей. Доля задолженности на муниципальные нужды это 866 миллионов рублей. По-другому говоря, это 66%. Особой требований вызывает это теплоснабжающие компании. Это миллиард 42 миллиона рублей. Основные должники теплоснабжающей организации республики только коммунальные технологии не выплатили поставщикам порядка 577 миллионов рублей. Среди нерадивых платильщиков также теплоснабжающие организации Шумерли, Алатари, Мариинско-Пасадского, Козловского, Вурнарского районов. В Канаше половина суммы это долги про трактор вагона. Однако, по словам генерального директора, в этом муниципалитете, судя по всему, в ближайшее время задолженность будет погашена. Надеюсь, Канаш в ближайшее время есть юридические вопросы, будет снятый про трактор вагон, Канаш выйдет. Надеюсь, у нас добропорядочный взаимопонимание есть с этим городом. Надеюсь, он научит, во всяком случае, строительство там двух-трех котельных, уйти от фронтов вагона. Как известно, по решению арбитражного суда в ряде муниципалитетов должников были приостановлены операции на расчетных счетах. По поручению правительства республики должники были обязаны разработать графики погашения задолженности и полностью осуществлены текущие платежи. Оговоренный срок 13 ноября уже прошел. Обязательства вновь не выполнены. Своей стороны, точнее, своя функциональная обязательность компания выполняет. Объем поставки на все нужды необходимым количеством, необходимым объемом, качеством поставляет. А другая сторона свою договорную свои договорные обязательства не выполняет. Естественно, нам остается обращение исполнительной власти республики, глава муниципальных образований, правоохранительных органов. По словам Киемедина Мифтохудинова, выход есть. Необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций, чтобы понять, куда исчезают деньги. Ведь более 90% жителей своевременно платят за услуги ЖКХ. Сейчас же зачастую используется порочная практика, когда деньгами потребителей, предназначенными для расчета за газ, пытаются закрывать бреши в своих проблемах. Преднамеренно банкротят предприятия. Газпром Межрегион Газ Чебоксара крайне обеспокоен о сложившейся ситуации и надеется на конструктивное решение проблемы. Провал над пропастью. В минувшую пятницу на мосту через реку Кукшум в Чебоксарском районе появилась полуметровая сквозная дыра. Дорожные рабочие в тот же день срочно приступили к ремонту. Перекрыли яму металлическими листами и залили асфальтом. Ежедневно по участку соединяющему трассу Вятка и М7 проезжают сотни легковушек и большегрузов. Мост построен чуть более 20 лет назад. Капитальный ремонт этого участка значился в плане, но мост не дождался. Разрушение бетона произошло вследствие чрезмерного намокания из-за разрушения гидравитационного мостового полотна. Дали предварительный акт о том, что необходимо проведение капитального ремонта. Всего моста к сведению отмечу, что у нас по данному мосту по данной дороге в принципе на 16-й год запланированы средства и были запланированы мероприятия по данному направлению по ремонту мосту. Сейчас трафик на мосту восстановлен, но дорожные специалисты будут отслеживать и состояние моста и движение транспортных средств. Глава Чувашей Михаил Игнатьев взял этот вопрос под особый контроль. За минувшие выходные и утро понедельника на дорогах Чувашей в пяти авариях погибли шесть человек. В ночь субботы на воскресенье на Московском проспекте в Чебоксарах водитель иномарки насмерть сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу у дома номер 31-Б по Московскому проспекту на красный сигнал. 53-летний мужчина и его спутница получили серьезные травмы, их доставили в больницу, где они скончались. Известно, что в момент аварии 22-летний водитель был трезв. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются, решаются вопросы возбуждения уголовного дела. В маршрутках теперь объявляют остановки. Приятной новостью с нами поделилась жительница Чебоксар в рубрике «Мобильный репортер». Каждая единица общественного транспорта сегодня оснащена ГЛОНАСС-трекером. По GSM-сигналу в центре диспетчеризации отслеживают его движение. Кроме основной функции к датчику можно подключить голосовое оповещение, что уже и сделали 9 коммерческих маршрутов. По мере приближения к остановке система автоматически включает запись. Несмотря на то, что голосовая функция, условия не обязательны и требуют материальных затрат, перевозчики эту идею восприняли положительно. В скором времени комфортнее станет на всех маршрутах. Роспотребнадзор рекомендует россиянам в новогодние каникулы отказаться от поездок за рубеж. Это позволит избежать риска инфекционных заболеваний. А тем, кто решит все же ехать, необходимо проявлять разумную предосторожность. Где в России отдыхать хорошо? Эксперты назвали лучший и худший для туризма регионы страны. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». При составлении рейтинга учитывали 9 критериев. Число мест в гостиницах на душу населения, количество заработанных за счет туризма рублей на каждого жителя региона, популярность у российских и иностранных туристов, состояние инфраструктуры, экологичность, криминогенность и другие. В итоге, самым привлекательным для туристов регионом оказался Краснодарский край. Также в пятерке лидеров Санкт-Петербург, Москва, Крым, Московская область. Самым неблагоприятным с точки зрения отдыха регионом признана Республика Тыва. Чуть выше Ингушетия, Еврейская автономная область. Наш регион занял в этот раз 57-ю строчку, но планы на будущее у Республики амбициозные. Разрабатывается программа под брендом «Время отдыхать в Республике». Приезжие эксперты для привлечения туристов советуют использовать кондитерский знак «Оконт», «Парк Победа», «Берег Волги» и «За Волжье». Пока одни эксперты составляли рейтинг, другие думали, как сделать российские курорты такими же привлекательными для граждан страны, как египетские и турецкие. И придумали. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, наши курорты должны начать работать по системе «Все включено» и в круглогодичном режиме. В Шумерле прошла 14-я спартакиада работников органов государственной власти Чувашии и органов местного самоуправления. Плаванье, дартс и волейбол соревнования заключительного этапа. В рамках спартакиады состоялся и традиционный товарищеский матч по волейболу между командой кабинета министров Чувашии и сборной глав администрации муниципальных районов и городских округов нашей республики. Наличие спартакиады у работников как государственного, так и местного самоуправления это очень важный момент, так как он укрепляет здоровье, он сплачивает народ, люди собираются на определенной территории, знакомятся. Это также знакомство, расширение своего кругозора, знакомство с другими районами. В этом году финал спартакиады государственных муниципальных слушаний проходит в городе Шумерли. Лично я здесь впервые, мне здесь очень нравится, в самом городе, в самом физкультурно-оздоровительном комплексе. Очень добродушные люди, хорошо приняли, хорошо разместили, все проходит на высоком уровне. Не обошлось и без специальных наград. Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта России» глава Чувашии вручил директору детской и юношеской спортивной школы «Патар» Батыревского района Алексею Краснову. Юлия Важенина, Нину Кропаткина, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова